Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами вновь Донбасс и Каспер. Мы продолжаем смотреть CIS Rejects против Hellraisers. И, естественно, рамочку мы еще продолжаем смотреть. Я уже писал в Твиттере, что, блин, наш художник старался, рисовал рамочку. А вы так на нее ругаетесь. Нехорошо. Определенно не есть гуд. Ну, ладно, шутки шутками. У нас 1-0. Hellraisers ведут. Они находятся буквально в одном шаге от финала этой квалификации. Ну и драфты. Лина первым пиком для CIS Rejects. Винтер Вивер на Darkseer у Hellraisers. Все те же. Только в несколько ином порядке, потому что Лина и Darkseer в прошлой игре были у Hellraisers вместе. А Виверна была у CIS'ов. Сейчас, как видите, немного наоборот. И появляется Антимаг также. В прошлой игре у нас была битва Пээла и Эмбера. Ну, а также Квапы и Шторм Спирита. Как-то так. Ты так неожиданно подкрадываешься постоянно. Мейтфарк будет. Я жду, пока ты закончишь. Ты видел, что в футболе происходит? Да. Я зашел, типа такой, смотрю, скорборд, а там за 9 минут 5 банок. Это как вообще? Это сокер. Это сокер. Как можно физически в профессиональном футболе за 9 минут ввалить 5 банок? У нас во дворе с такой интенсивностью голы не забивались. Даже когда на воротах стоял ближний? Или как там? Не, на воротах всегда стоит самый толстый. Я, меня... Я не хотел этого... Не-не-не-не-не. Меня, я, когда был поменьше, я бегал много, занимался нормальными видами спорта. Я был не такой жирный. Сейчас я только иногда в теннис большой побегаю и все. Но времени больше нет. Интересно, Дресс стоял на воротах или нет? Не знаю. Возможно, с Мэдисоном они вместе. Один за одну команду, другой за другую. Привет Илье, если он смотрит. Так, ну и баны. Что у нас там? SF-чик отправляется. Отправляется у нас бультикер в баны. Минус клакверк. И еще один бан во второй стадии от команды Hellraiser. Ну, кого тут еще можно забрать? Что-то по антимага. Ну что, возможно, какой-то контроль сейчас будет. Но контроль уже есть в лице Виверны. Мы это уже тоже проходили еще, кажется, на первой карте сегодняшнего дня. Если речь идет о суппортах. Если речь идет о керри, то бери кого угодно, а там как попрет. У нас сегодня, в принципе, было такое. У нас был и Рейс Кинг, который бегал непонятно чем занимался. Ну, пока видим банец перед Брейкера. И кто появится? Фантом Лайсер все еще в пуле. Не знаю, является ли он сейчас лучшей опцией. Но он есть. Так что, если желание появится, можно его и забрать, наверное. Посмотрим. Опять же, наверное, какой-то саппорт залетит быстрее всего. Ну, пока да. Пока, возможно, саппорт. Нага Сирена появляется. Вот такой интересный выбор. Причем, это может быть Корнага. Это может быть Корнага и, возможно, Дизраптор четвертым пиком. Ну, Нага, которая через Радианс идет, через... Да, 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 та самая, та самая. Все верно. Не, вообще, этот вариант возможен. Помнится в свое время. Очень любили тоже наши команды эту тактику. Через Нагу, Дизраптора, типа, Слип, Кенетик Филд, Статик Шторм. Слип отжимается. И там, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Дарксир, в принципе, только улучшает всю эту суперкомбинацию. Но это уже, как говорится, на ваше усмотрение. Не всегда он использовался. Просто сейчас он, в принципе, в мете. И сейчас его просто так берут покатать. Но, по-любому, что-то нужно под Дарксира. Есть типа Виверна. Это тоже, как бы, часть комбы, да, стяжка и Винтерскерс. Но не знаю, стоит ли делать всю ставку конкретно на вот эти два заклинания. Потому что у Винтерскерса там кулдаун достаточно страшный. Там 110, 100 и 90 секунд. Ну, последний в расчет не берем, потому что Виверна этот 16-й может взять. Я не знаю вообще когда. О, Магнус! Тут тоже старая добрая стратегия. Ну, вот я тоже думал насчет Магнуса. Магнуса недавно видел в Na'Vi против Сикрета. Где за Na'Vi залетел Магнус. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ну, и Огрмак последний. Ну, да, не хватает как раз еще такого. Да, мы его только-только стояли с Вилатом на балконе. Рассказывал про вчерашнего, про вчерашнюю даблу в оффлейне Слардар Огрмак. Которая просто залазила под вышку и убивала всех. Слардар обладатель одного из лучших станов в игре. Начнем с этого. Так, брали Ашер уже с Лордара. Вчера, по-моему. Если не ошибаюсь, не совсем удачно бы, я бы сказал, отыграл Дредд на нем. Все же были там ошибки, но... Не знаю, опять будет пробовать, что ли? Пытаться как-то. Ну, а почему бы и нет? По крайней мере, еще одна попытка у них есть. То есть, они еще могут один промах допустить. То есть, если что, они могут потом собрать яйца в кулак. На третьей карте дотащить. А это вот ЦИС. Сейчас нужно собраться вообще целиком и полностью. Потому что у них как раз нет шанса на ошибку. И Дизраптор появляется только не у Хелл Рейзерс. Вот как я предполагал. А сами ЦИС его забирают. Не, ну вообще, под Магнуса тоже норм. То есть, есть стяжечка, есть там Кинетик Фил, Статик Шторм и бла-бла-бла-бла-бла. Все это тоже работает. Но нужен изначальный инициатор сейчас. То есть, не просто Магнус, который будет летать в пятерых. Не будут пять человек стоять кучкой. Ну, не будут просто стоять они. То есть, нужен чувак, на которого будут байтить. Антимаг это типа неплохой вариант. Ну вот сейчас появляется еще Темплар Ассасин. Кстати, жесткий минус армор. Очень жесткий минус армор. Ты посмотри. Есть Мелт. Есть Ульт Слардара. Есть Рептайт Нага Сирены. Это просто тьма. Минус армора. Сколько? Восемь вроде бы, да. Тут пять. И тут. Ну, тут вообще двадцатка. Ну, это еще при том, что будут какие-то медальки, возможно, Солар Кресты. Ну, и получается Нага у нас будет саппортом. Бегать, пытаться, да, кого-то цеплять. Ну, и Квапу добирает у нас команда Цесс Реджект. Все-таки Лина у нас опять же будет саппортом у команды. Да, опять Лина будет суппортировать. Возможно, как раз Квапу добирали именно против Темп Ларки. Она там с Ядом неплохо стоит. Нормальный рефракшн тоже сбивает. Ну, опять же, если будет прокаст неплохой команда Цесс Реджект, то тут вряд ли кто-то выживет команда Хелл Рейзерс. Тоже, вот слишком много переменных. Да, кто на кого будет нападать. Вот кто на кого нападет, кто лучше исполнит это нападение. Соответственно, с другой стороны, меньше людей останется в живых сразу после прокаста. Пока у Циз, у них выглядит как-то более мертво. То, что если они схватят, они уже совсем могут не отпустить. Магнус, Дизраптор, Квапа, Лина, это очень больно. Плюс там еще Антимаг все время будет нарезать. У парней из Хелл Рейзерс как-то не так круто выглядит связка, но, возможно, на стадии лейнинга они будут себя чувствовать лучше. Я жду, когда народ сгорит, потому что я до сих пор рамку не убираю. Нет, я помню, помню. Но я могу включить. Могу выключить. Ну ладно. Хватит уже баловаться. У нас стандартная после загрузочная пауза. Надо сделать как в Counter-Strike. Фристайм. И все. То эти паузы... Всякие бинды попрописывать там, что там еще может быть. Не, ну обычно как. Можно быстренько сказать, кто куда что хочет пойти сделать, кто что поставить. Зачастую это обговаривается заранее, но вдруг там что-то где-то... Вот прям сейчас пару слов вкинуть, там какую-то инфу дать. Мораль дать какую-то тоже. Да, да, леща можно дать. Через экран. Не, ну а вдруг на лане? Вроде бы Virtusal на лане, да? Сейчас находится на буткемпе. Ну, возможно. Вега точно скидывала в твиттере. Что они находятся, я видел. Ну, скоро мажоры уже. Блин, вот реально уже совсем скоро. Жесть. Мне уже интересно вообще посмотреть, как будут мажоры эти устроены. То есть, как все будет проходить. Где в первую очередь. На северный полюс поедете. Да, вообще без проблем. Ну, в Швеции же был в этом, в Йонкопинге. Это достаточно северно. Не на полюсе, конечно, но... Чуть севернее, чем мы. Так, ладно, давайте поглядим, кто на ком будет у нас играть. Команда Hellraiser, Goddamn, Naga Sirena, Shachlo, Darkseer, Metal, Stream, Winter Viverna, Afonin на Templarque и Керри нового поколения, он же Dread, он же KNP на Слардаре у нас гоняет. И, ребята, из CIS Rejects. Горец, Magnus, Iceberg, Queen of Pain, Arthas на Antimagia, OneScore Disruptor и Always WannaFly на линии. Так, и тут у нас сейчас будет начинаться баталия за верхнюю руну. Нам-нам-нам-да, ну тут... Знаешь, тут весьма рисковый маневр с блинком на рунспот. Вот я прям вижу этих четыре голодных пацана, которые готовы уже сожрать квапу прыгающую. Вроде бы контроля и нет, но малейшего замедления уже будет достаточно. То есть, а замедление есть. Тот же Arctic Burn. Он очень серьезно может испортить настроение. Так, в итоге там четверо, там четверо. Два Enshela пошли. Ну да, на два Enshela не совсем хотелось бы идти, наверное. Let's Immortal Combat Begin нападает на Goddemo. И Goddemo умирает, Goddemo умирает на First Blood. Также умрет здесь в Unscore. И Fly, ну Fly убежит, но все равно неприятно. Так, есть станчик, станом попадает. И ножик попадает. Ну, тут, скорее всего, будет минус импларка. Хотя через две секунды, через одну секунду будет Refraction. И успевает! Ну, там слишком много зарядов яда. Придется динайть сейчас. Да ладно, куда ж ты ударил? Но успевает шачло добить. Жесть. Просто надо было подождать, пока вот еще один тик сойдет. Мог ведь не успеть. Так, ну а Дредд просто подобрал себе баунтируну. Без проблем отправился на пол. Смотрит на это все, ребят. Я тащить не буду. Говорит, не царское это дело, за руны драться, да? Пойду, так просто подберу. И действительно. Так, флай уже напрягает у нас годэм. С рептайдом. Очень здорово. Пол хп просто пробил. Еще вард перед лицом поставил. Тут дредуха, дредуха-то разваливает. Правда, не успевает появиться здесь митрим. Чуть-чуть ранжей не хватает. Ну, был бы, я не знаю, левел А2, например, этот арктик бёрнт. Возможно бы и достал атак. Нет. Слишком далеко. Ну, очень активно начинается, что в одна, что в другая команда. В принципе, не видим никаких там форма доты. Что Айсберг накаляет постоянно у нас Темпларку. Да, что Темпларка, кстати, ему достаточно годно отвечает. Темпларка там была буквально 2 или 3 удара подряд. Сквозь крипчика попала в квапу. Квапа еще там от вышки отхватила. В итоге была вынуждена квапа хилинг селф тратить. Так, ну, Дарксир уже уровень 3. Так что на него, я думаю, можно вообще не смотреть. Он сейчас будет заниматься своими стандартными делами. Тут вот, кстати, видите, спаун заблочили сами себе. CIS rejects. Как раз для того, чтобы Дарксир не отводил крипов. О, а тут Нага пришла. Говорит, привет, Айсберг. И она с дабл дэмджем. Это самая Нага. Маны нет. И замечательные рейндж атаки. Шикарно. Ма! Просто шикарно. Как же я горел, когда это только появилось в доте во второй. Потому что в первой такой фигни не было. Во второй это чинили. Вот сколько там рейнджа сделали, не помнишь? 250 или 450. Вот не помню. Хоть убейте, не помню. Ну ладно, не суть. Важно. Просто раньше лайфстилер мог вообще ударить на полкарты. Или рейскинг какой-нибудь. Так, тут Годем опять пришел на линию. Прогнал тут пару пацанов. Ванскор флай. Очень битый. Регена у них, кстати, вообще никакого нет. Тут у Артаса только колечко на реген. Так что в итоге получается, Дарксир и Годем должны будут их выгонять отсюда. У Дарксира еще и манга изочарованная. Вот так вот он съел его. Ну да, с такими темпами, конечно же, быстренько появится Солу Ринг. Но там вообще будет для Шачла стоять без проблем. Изич. Постоянно мана, постоянно хп регенится. Отлично. Ну и что ж, заходит под Тауэр Артас. Начинает там демэж получать в Тайн Шелла. А что тут вообще ребята делают? Что-то сам не могу сообразить. Они крипчиков уводят. Они походу поняли, что все слишком плохо. Решили просто увести крипчиков. Ну и в итоге от Тайн Шелла тут все сгорает. Так, а внизу там была попытка зацепить Магнуса. Но Магнус уехал на скьюере. Да, Магнус второго левела, почти уже третьего. Но реально не хватает экспириенции. Очень не хватает Гордс. Тут пачка телепортов. В итоге Ванскор появляется. Но Ванскор первого левела Глимс. Поэтому далеко он не мог зацепить. Но на Годем охватило. И это будет минус Годем. Да, да, да. Слишком загуляли. Парни слишком поверили в себя. Не поверили в то, что их смогут убить здесь. Но вот, как мы видим, ошибались парни из команды HellRaisers. Аквапа тем временем в миде умирает от соло темпларки. Магнус! Да ладно! Ну, сейчас добьет. Добьет ядом. Да. Можно было даже не ехать. Но Горец не знал, что там вообще происходит. Есть ли там рефракшн или еще что-то. Но в итоге неплохо сыграно было Магнусом. Тут на водопой пришли. Всем надо бутылки понабирать. Всем надо всех полечить. Всем все понабирать. Все. И обратно на линию. Так, ну и что же. На топе опять же у нас идет есть сеточка по Артесу. Артес. Блинк есть. Да, сразу же упрыгивает. Поставляется. Так, ну и там в миде у нас еще одно нападение на темпларку. Флай первым станом, я так понимаю, промахнулся. Да, через секунду будет еще один. Очень больно, конечно, здесь темплар-ассасин. Не нравится этому персонажу, когда его вот так вот регулярно избивают. И тут нападение на Ванскора. Вот так вот. Есть Айншелл, но правда глимс. Глимс и все. Ну там маны не было у Наги Сирены, поэтому вряд ли что-то подложил бы там к Адам. Ну там стики на один каст бы хватило в итоге, но не более. Тут ты прав. Так, а Дредуха там продолжает фармить. Едет за горцем. Но у горца есть скювер. Поэтому дальше ехать смысла нет. Но так как спринт по факту ничего не стоит, то можно его жмакать вообще как попало, куда попало. И пугать можно достаточно спокойненько. Амплифай дэмэдж появляется. У Слардара, в принципе, может сейчас подсветить. И спринт пошел на развороте. Дает у нас шоквейв. Ну тут и ей-то так, без проблем. Горец, хотя вот ошибается, а хотел пополнить у нас боту. В итоге скювер наверх и погибает. Ну, еще и Дреда на линию подвез в итоге. За что, я думаю, он ему скажет спасибо. У нас на топе также была драка. И на топе погибла у нас Нага и погиб Дарксир. Дабл килл для Квапы. Но для Тэмпларки немного пространства все-таки в миде появилось. Такой space creating профессиональный. Ну, в принципе, я думаю, Тэмпларку должно все устраивать пока что. Сколько у него там? 22 на 9, 27-10 у Queen of Pain. Это при том, что Квапа еще и дабл килл успела оформить. Но Квапы уже так-то 3 фрага целых имеется. И левел 7. Что тут? Тэмпларка. Да, тоже сейчас будет левел 7. Ну, и Наги, естественно, нужно добирать сейчас как-то XPU. Потому что Слип пригодится для того, чтобы ломать нападение ЦИСов. Потому что как только будет начинаться какой-то врыв через Магнуса или через Квапу, через Дизраптора, через что угодно. В общем, просто должен идти Слип. Должна идти перегруппировка и, возможно, подготовка к контрнападению. Мне кажется, такая функция у Наги и будет. Она просто будет стоять где-то за спиной и ждать, когда кого-то глимпсонут. Так. Еще нападение от Дредда. Дредд, кстати, не стал вешать Amplify Damage. Ну, вот, наконец-то повесил. Есть уже какой-то Avision на горца. Ну, и, конечно же, будет видеть все перемещения, все подходы как раз. Ну, все-таки удобнее. Ты контролируешь, куда он ближе подошел, дальше отошел. Стоит ли быковать. Можно так как-то на халяву этот Damage Amplify перевесить. Так, кстати, OneScore на топе. Встретился с Годдемом. Там еще есть два товарища. Там есть Лина, там есть Квапа недалеко. Но что-то не особо пока желает OneScore здесь драться. Или все-таки желает. Да, знает, где находится Годдем и убивает его. Сбили ему телепорт. Без особых проблем. Там еще и Артес такой прилетел. Пацаны, куда же вы без меня-то? Как же вы без меня с этой Линой можете справиться вообще? Да пока спокойно такая игра. Одинокие фраги просто у нас пролетают. А выход у нас в middle. Темпларка уходит вовремя. Все-таки Афонинджа. Ну, ему там тоже нормально залетает. В принципе, опять же в Refraction все залетело. Да, может, не понес такой большой. Сейчас тем более Боттл прилетит. Вот, все отлично до него. Горец. Снизу получает у нас опыт. Подобивает. Так, через шокуэйв у нас скрипов. Ну, вот шестой лавел на подходе. Совсем немножко остается. Ну, у него тут ситуация, в принципе, поприятнее, чем у... той же там Наги в оффлейне или у того же Дарксира. Ну, Дарксир-то ушел в леса. А у любого, кто придет туда на верхнюю линию, его ждет опасность. Там Лина Дизраптора. То есть ты просто ловишь Глимпс, Стан, две тычки. Как бы все. Кстати, хорошо тут Магнус сейчас скрипчиков подворовал. Сразу же шестой получает. Да, да, да. И все. Теперь он уже готов рываться. Причем ему не хватает там 100 голды. И будет у него... Будет у него Аркан Буцы. И все. И он уже серьезный боец. Можно жмакать Смоук. Выходить куда-то, гангать. Ту же Темпларку, например, в миде пытаться принять. Хорошо, кстати, вовремя нажимает рефракшн. Афонин в итоге с Кремов Пейн уходит в молоко. Ну, тут Мансинг. Мансинг 228. Ну, и надо отпиваться Ботлом, потому что яд очень сильно пробивает уже. У второго уровня. Ну, да. Так, и Нага решила, видимо, ценой своей жизни забрать руну. Да, так и получается. Минус Годем. 1-5-0. Когда у Годема на магии сирени. Ну, слишком много подставляется. Слишком часто где-то лазит, что-то вот забирает, а-ля баунти-рунки там или еще что-нибудь. То есть, на топе мы видели, там загулял разок-другой. Ну, по графикам спустя 10 минут все очень ровно. Разница между командами меньше 500 голды. И это действительно показатель того, что все совсем ровно. Прям в ашпе. Но разница между героями присутствует небольшая. Потому что антимаг, например, до 16 минуты себе дофармит Баттл Фьюри и потом исчез вещи этого антимага. Он просто зафармит себе всю карту и обойдет вашего керри на слот, а то и на 2. Это как бы в худшем случае. Потому что ловить его тут реально нечем. Если задуматься на тему того, как убивать антимага, кроме того, чтобы винтерскерс вешать на него, я пока ничего особо не замечаю. Ну, либо будет керри нового поколения с стопроцентным башем, например. Будет просто нападать, убивать. Кстати, даггера появляется. И сразу же телепорт на топ. Будут, возможно, пытаться убивать сейчас конкретно Артеса. Да, из-за аса смог у нас по троим. Отправляются ребята у нас на топ. Ну вот смогут ли поймать Артеса? Ну, вообще должны. То есть, врыв через Слизерин Краш, потом какая-нибудь сетка от Наги. Вот Нага идет первая на случай, если они увидят, например. Ну, там Слардарчик подойдет и за спины напрыгнет, чтобы у Наги было время на сеточку. Так-то типа могут поймать, но вот урона хватит ли. Да, и в итоге выход на топ захлебнулся. Там ребята просто остались скрипчиков убивать. Не самое плохое, что могло произойти, но я думаю, они хотели все-таки большего. А тут Антимаг в это время забирает нейтральчика в лесу. Не до конца пошли, не увидели. Угу. Ну, возможно, хотят сейчас в мид заскочить. И в миде как раз есть с кем подраться. Там целых три пацана. Но опять же никто не показывается. Да, да, да. Все поняли, что у Слардара появился даггер. Все поняли, что главное сейчас не встрять. Но вот, походу, не все, потому что Слардар отлично нападает. В итоге Темпларка прожимает свою хосту. Минус Айсберг. Минус Флай. Минус Горец. Минус три. Не угадали, походу, просто цис с тем, где находится противник. Возможно, думали, что там на топе они нагнетают. И собираются совершить ганг. Но в итоге оказалось все несколько иначе. Холл Рейзерс. Очень четко прочувствовали все. И в итоге забайтили на свою Темпларку. Минус три. Норм. Там Мека, кстати, почти уже у Дарксира есть. Почти уже есть Мека у Дарксира. Так что сейчас можно драться еще более активно. И яростно. Там сверху нападение на Шачло. Шачло у нас уходит. Сразу же есть Телепорт. Прилетает сюда у нас Лардар. Ну и готов прыгать. Хорошо. Он скоро. Ну, правда, улетает. Но все равно ребята заберут. Да, ему было достаточно просто напасть. Повесить Amplify Damage. И дать Слизерин краш. О, привет. Говорит еще и вот этому товарищу. Сюда. И это тоже можно, в принципе, объяснить. Это не самый плотный герой на планете. Она говорит, ну куда же, ну Queen of Pain. Ну, секунду.